В правительстве области состоялся инвестиционный совет при главе региона. На нем были утверждены инвестиционные проекты, реализуемые брянскими предприятиями, которые в следующем году получат государственную поддержку. 36 брянских предприятий реализуют 50 инвестиционных проектов по модернизации производства и разработке новой продукции. Промышленники подали заявки на участие в государственных программах поддержки, благодаря которым можно получить налоговые льготы и субсидии на процентную ставку по привлеченным кредитам. Совет при губернаторе одобрил участие в госпрограммах 40 инвестпроектов, направленных на импортозамещение. Все они направлены на создание нового потенциала экономического на территории Брянской области, дополнительных рабочих мест, модернизации действующих производств. Критерии отбора проектов были строгие. Учитывались и сроки их реализации, и уровень зарплаты на предприятие, который должен быть не ниже отраслевого и налоговой дисциплины. Тем соискателям, где эти условия не были соблюдены, в участии в государственных программах поддержки отказали. В областной казне на субсидии по процентным ставкам по кредитам предусмотрено 25 миллионов рублей. Эту поддержку и налоговые льготы получат на реализацию своих инвестпроектов крупнейшие предприятия региона. Агрохолдинг «Дружба» на развитие животноводства и открытие производства по глубокой переработке картофеля. Портланд «Цемент», вкладывающий инвестиции в создание экологически безопасного производства. «БЭМЗ» на увеличение выпуска продукции. В 2016 году заказы на тепловозы брянских машиностроителей вырастут в два раза. Соответствующие договоренности достигнуты. Поддержку от государства брянские предприятия, реализующие инвестпроекты, получили и в этом году. Только налоговых льгот им было предоставлено на сумму около миллиарда рублей. Мы получим порядка 15-20 миллионов рублей льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество. А также мы стали победителями конкурса, где выиграли субсидии на процентные ставки по кредитованию порядка 200 тысяч рублей. Я думаю, все эти деньги будут направлены на инвестирование существующих проектов.